Всем привет! С вами подкаст «Не только марки». Здесь мы обсуждаем и разбираемся, что, почему и как делают лицеисты вне школьных стен. Меня зовут Алина, и сегодня со мной прекрасная гостья Леся Рассохина. Всем привет! Лесь, расскажи, чем ты занимаешься и как давно ты это делаешь, чтобы вести в курс? Да, конечно. Я художник-постановщик в кино. Где-то полтора года уже. То есть многие думают, что художник-постановщик — это человек, который рисует эскизы. Но нет, это человек, который наравне с режиссером и оператором создаёт уникальный мир кино, кинокартины. Соответственно, он создаёт визуальную часть и подстраивает её под каждого героя. То есть пытается сделать такую маленькую историю. Что входит в твои обязанности? Что ты контролируешь на съёмочной площадке, насколько я понимаю? Я приезжаю на съёмочную площадку раньше всех, потому что мне нужно сделать локацию. Соответственно, я должна посмотреть на локацию, подумать, как и где я могу расставить тот или иной интерьер. Также я контролирую иногда костюмеров. То есть смотрю, как их костюмы сочетаются с моим реквизитом. И гримеров также. То есть ты, по сути, руководишь съёмкой такой некий куратор, координатор. Куратор, но при этом, да, и креативный человек, который отвечает за то, как будет смотреться реквизит, за цвет, глубину. Вот. Ясно. А как ты вообще пришла в эту киноиндустрию? В киноиндустрию я пришла совершенно случайно. Я сидела, и где-то пять лет я была уверена, что я стану журналистом. Я готовилась к этому. Потом я поняла, что это абсолютно не моя область. И просто листала у университета творческих профессий и нашла режиссуру и подумала, что вау, это круто, это интересно. И пришла в киношколу совершенно случайно. И так меня жизнь привела к художественной постановке. Ну, получается, как ты заинтересовалась этим? Были какие-то ключевые моменты, после которых ты поняла, что да, это мое, то, что я вот хочу именно здесь быть и в этой сфере крутиться? На самом деле я думала, что я стану режиссером, а потом я поняла, что это очень тяжелая профессия, нужно прийти к ней. И, соответственно, немногие могут в 16-17 лет стать режиссерами, потому что нужно осознавать, кто такие вообще люди в съемочной группе. Нужно понимать каждую из профессий, и, соответственно, это огромная ответственность. Я не хотела быть художником-остановщиком, меня просто впихнули в проект. Для меня это было страшно. Я сказала, что никогда в жизни я не буду отвечать за художественную часть. Но вот я поработала один день, поняла, что у меня все получается, и я получила кайф от этой работы, потому что ощущение того, что ты можешь расставить предметы так, чтобы герой лаконично смотрелся в картине, чтобы это описывало его эмоциональное состояние, и чтобы, в принципе, фильм вышел красивым, это невероятно. Да, это интересно. Но вот ты говорила о том, что сначала хотел стать режиссером. Собираешься ты дальше развиваться именно в этом направлении, или все же останешься как бы в этой художественным постановщиком? И вообще, собираешься ты дальше связывать свою жизнь с кино? Да, с кино я определенно буду связывать свою жизнь, потому что я считаю, что сейчас это то место, где я себя нашла. И я очень рада, что я пришла в кино так рано, потому что можно развиваться, можно идти вперед. И, в принципе, мне кажется, это такая область, где ты можешь постоянно находиться в разных местах. Ты можешь быть сегодня художником-постановщиком, а завтра уже режиссером. Главное, наверное, это верить в себя и уметь крутиться, вертеться, везде побывать, побывать на разных съемочных площадках, узнать разных людей и, в принципе, получить какой-то опыт. То есть опыт такой, можно сказать, играет ключевое значение. Такие больше теоретические знания именно о опытности и пребывании на съемках – это самый продуктивный метод обучения. Да, мне кажется, этому невозможно просто научить, это нужно понять, нужно побывать на съемочной площадке. Поэтому, когда люди мне говорят, вот, мы знаем очень много там про режиссуру, про сценарии, как их писать, я говорю, а вы были на съемочной площадке, вы знаете, что это такое? Они говорят, нет. Это очень важно понять, так как, когда ты попадаешь в этот удивительный мир, ты начинаешь понимать, как все устроено, как люди работают в команде, как они помогают друг другу, как тот же оператор снимает или художник-постановщик расставляет предметы. Вот. Ты упомянула о том, что пришла достаточно рано, и как ты считаешь, возраст решает, или есть какие-то преграды для такого молодого, специалиста молодого? Преграды, конечно, есть, но на самом деле возраст не решает, это мое личное мнение, потому что если ты хочешь чего-то добиться, ты этого добьешься. Допустим, я уже сменила две киношколы, потому что были некие проблемы, но это никогда не останавливает. Я врала несколько раз, что мне 18 лет приходилось делать и так, но когда ты приходишь на съемочную площадку и говоришь, что да, я знаю, что делать, сейчас я все сделаю, люди даже не спрашивают, сколько тебе лет, они понимают, что ты ответственный, ты знаешь, как работать, что ты будешь делать, и это самое главное. Но единственное, что в моей работе, наверное, является таким неудобным местом в плане, по отношению к возрасту, то, что я не могу пойти на какие-то курсы, мне тяжело пробиться в эту индустрию, так как меня готовы брать на коммерческие проекты, но когда меня спрашивают, сколько мне лет, мне приходится говорить, что мне 16, потому что просят паспорт. Соответственно, остается полтора года, я очень жду, чтобы уже врываться в индустрию. А вот люди, с которыми ты работаешь, они в основном старше тебя или есть какие-то ровесники твои, с кем ты постоянно взаимодействие находишься, потому что, насколько я понимаю, ты в какой-то команде работаешь. Да, я работаю в продакшене, в котором нас порядка 23 человек, соответственно, это люди примерно моего возраста от 14 до 18 лет, 18-19, мне абсолютно комфортно с ними работать, и иногда приходится работать с людьми постарше за 40 даже лет. И мне кажется, что ничего не меняется, люди также ко мне относятся, главное показать свой интерес. Зачастую люди, когда узнавали мой возраст, они говорили, всё, ты точно не профессионал. Даже когда я присылала им портфолио, они не верили, что это моя работа, они говорили, что за меня кто-то это сделал. Но приходится сталкиваться с такими людьми, и в такой момент самое главное, наверное, доказать, что это твоя работа, а если ты видишь, что люди тебе не верят, отступить не потому, что ты слабый, а потому что ты знаешь, что это твоя работа. И ты гордишься ей, то есть не нужно унижаться перед другими людьми. Да, у тебя такой очень профессиональный уже взгляд на вещь, мне кажется, очень взрослый. И это прекрасно, потому что ты уже смотришь с такой высоты какого-то профессионального полёта и того, что на самом деле возраст не настолько важен и рассудительно по этому поводу. То есть ты, насколько по нему, не пытаешься вступить в какой-то конфликт, и тебя это уже... Обижает ли тебя, когда люди сомневаются в твоём профессионализме из-за твоего возраста? Я думаю, что нет, потому что... Ну, каждому человеку внутри может быть обидно, но я не то чтобы это не показываю, я проще к этому отношусь, потому что я понимаю, что иногда люди приходят лет 40 в кино, и они даже не были на съёмочной площадке, и зачем тогда они мне говорят, что в 16 лет я не профессионально работаю. Да, я не профессионально работаю, но у меня есть какие-то навыки, и я могу делать это качественно. И когда я раскладываю всё по фактам и знаю, что вот здесь я сделала что-то плохо, но здесь у меня есть хорошая работа, я складываю всё и понимаю, что конфликт — это абсолютно бесполезная вещь в данной ситуации. Я хотела тебя поинтересоваться, когда ты вступала в эту киноиндустрию, была ли ты уже сильно заинтересована в кино, много ли ты смотрела кино, и вообще... Или это такая была больше случайность в том, что ты просто посмотрела на эти специальности, решила, что почему бы нет, и как бы потом уже втянулась. Абсолютная случайность, да, потому что я очень много ходила в кинотеатры, смотрела фильмы, но я никогда не задумывалась, как их делают. В принципе, я не знала, кто такой режиссёр, кто такой оператор, кто такой художник-постановщик, уж по ним. Поэтому моя насмотренность заключалась только в том, что я смотрела какие-то тупые фильмы и даже не понимала, о чём мне. Вот. Поменялось ли твоё восприятие кино после того, как ты вступил в эту индустрию? То есть замечаешь ли ты какие-то детали, которые обычный обыватель, который не особо погружается, не смог бы заметить? Абсолютно, да. Потому что когда тебе объясняют то, как устроен сценарий, его структуру, то, как детали влияют на состояние героя, на его ментальное здоровье и так далее, ты начинаешь погружаться в кино, и иногда мне это мешает. Я хочу посмотреть кино с друзьями и просто посмеяться, но я смотрю и говорю, да, вот у него эта деталь в руке, значит, что-то будет. И иногда я даже знаю, какая история будет, то есть я знаю, что будет в конце, и я говорю это вслух, и друзья обижаются на меня, потому что я всё соспойлерила. Но так намного интереснее смотреть, потому что ты понимаешь, насколько большой мир кино, насколько он широкий, как много деталей там, и когда ты сам работаешь, соответственно, в кино, ты начинаешь осознавать, что каждый человек в кино, в киноиндустрии влияет на фильм. Без него не могло бы быть картины, соответственно. Да, это такая важность маленького человека во всём абсолютно. Да, это интересно. Ну, хотелось бы, знаешь, узнать у тебя вообще о том, о самом процессе съёмки, о том, как это происходит. Я знаю, что у тебя часто бывают незапланированные какие-то съёмки, как ты с этим справляешься, как это влияет на твой ритм жизни и на то, как ты... Возможно, даже про твое восприятие жизни в таком ритме. Для меня этот ритм жизни абсолютно был странным, потому что полтора года назад, когда я, в принципе, пришла в киношколу, я ещё не снимала, а вот летом, когда ещё школы не было, не было много времени, я начала просто каждый день уделять кино, я начала ездить по разным киноскладам, искать реквизит, и для меня было максимально непривычно то, что ты... что я могу отдаваться этому делу 24 на 7. То есть мне настолько приятно это делать, я готова каждую секунду ездить по Москве, искать какой-то реквизит, и меня это абсолютно не напрягает. Но так очень тяжело жить, потому что ты устаёшь, недосыпы, ментальное здоровье вообще уходят в сторону. И смены — это удивительная вещь, когда ты приезжаешь рано утром на съёмочную площадку и уезжаешь поздно ночью, а если ты оператор, то ты, может, уезжаешь с режиссёром сдавать оборудование или отсматривать материалы. Но самое прекрасное то, что когда ты приезжаешь на съёмочную площадку, ты видишь актёров, ты видишь своих братьев по площадке, тебе становится сразу приятно за свою работу, за то, что ты будешь делать. Ты заряжаешься энергией получше, чем от кофе. Что для тебя приятнее? Видеть сам результат или именно присутствовать в процессе съёмки и уже как-то представлять, предсказывать, как это будет выглядеть в конце? Присутствовать на процессе съёмки определённо, потому что я люблю работать, я люблю смотреть на актёров, то, как они двигаются, то, как я подстраиваюсь под них, то есть расставляю интерьер, работаю с цветом. Я люблю наблюдать за своими друзьями, которые также работают, снимают или свет ставят. Интересно наблюдать за тем, как потихонечку строится картина будущая. Результат, конечно, меня тоже очень интересует, но это больше такая часть, за которую хочется вот прийти в кинозал, посмотреть свой фильм там или где ты работал, понять, что вот здесь я, конечно, косячил, здесь хорошо вышло. Одно процесс — это невероятный. Было ли такое, что вот в конце ты видела свои какие-то огромные косяки? Тебе было очень стыдно, так неловко? Да, конечно. У нас был показ в кинозале огромном, пришли все родители, все ученики. Я вижу то, что у меня разный кубик-рубик в кадре. Мне становится дико стыдно, никто этого не заметил. Ну, конечно, я как художник-постановщик это заметила, и режиссёр тоже, мы все посмеялись. Я считаю, что у каждого профессионала есть какие-то ошибки, даже у человека со старым 50 лет в работе. Понятно. Мне кажется, вообще пути во всём пробиваются через какие-то и мелкие, и большие ошибки. Да, абсолютно. Это только такой опыт для того, чтобы достичь чего-то большего, великого. У тебя вот вы говорили про то, про сам процесс съёмки, да? Вот у тебя были на съёмках какие-то задания, какой-то материал, какой-то фильм, клип, который вы снимали, который тебе больше всего запомнился, и почему он тебе запомнился, если такое имеется? На самом деле таких проектов несколько. Наверное, это мой самый первый проект, фильм «Кубик Рубика», краткометражный. Он сейчас на фестивалях. Очень надеюсь, что он получит какие-то награды. Для меня этот фильм запомнился тем, что это самая первая работа, когда ты ещё совершенно не понимаешь, что делать. Ты приезжаешь на съёмочную площадку, видишь людей, с которыми ты ещё почти не работал, и начинаешь именно делать первые шажки к своей мечте, мечте стать тем или иным человеком. Тогда я, в принципе, не осознавала, что такое работать, кто такой художник-постановщик. И когда ты в первый раз делаешь какую-либо работу, особенно ты очень ответственный. Тебе хочется сделать всё для этого проекта, и поэтому я вложилась как могла, и первый проект даёт тебе возможность почувствовать команду, сблизиться с ней. Но также, наверное, для меня очень важную роль сыграл клип, который мы недавно снимали «За забором» под песню, потому что мы строили ангар. Точнее, в ангаре мы строили три комнаты сами. Невероятный опыт, конечно. Такая работа в кино подразумевает ещё и стройку. Ну, конечно, декоратор. Такую декорацию, да. Вот. А он... То есть тебе именно запомнился он каким-то... Ну, именно процессом своего производства и подготовкой. Да, я очень люблю сложные проекты. То есть нашему режиссёру я постоянно говорю спасибо за сложность, потому что с каждым разом всё сложнее и сложнее. Вот. Да, всё понарастающе идёт. Ну, в принципе, такой вопрос, интересующий, наверное, много, многих людей. Насколько ты считаешь важным просмотр кино как такой какой-то художественной единицы? Я скажу честно, я мало смотрю кино. Мне за это дико стыдно, потому что если ты хочешь стать режиссёром, даже художником-остановщиком, таким угодно в кино, в кино индустрии, тебе нужно смотреть кино для того, чтобы воспитывать в себе вкус. Воспитывать в себе вкусно хорошее кино, смотреть старое кино, новое, даже русское, которое порой многим не нравится, но ты должен понимать, что снимают в нашей стране, какие у нас тенденции и так далее. И, в принципе, режиссёру нужно нарабатывать почерк свой. Да, и это именно вырабатывается с насмотренностью. Ну да, ты смотришь на разных режиссёров, анализируешь и их фишки какие-то, и берёшь к себе что-то. Ну вот мы начали говорить о том, о фильмах именно самих. У тебя, возможно, есть какой-то список, топ того, что ты смотрела? Вот, может, жанры какие-то особые, которые тебя привлекают? Да, я очень люблю Кристофера Нолана. Я люблю фильм «Начало», «Довод». Когда я пришла в кинотеатр на «Довод», я просто ушла с такими над глазами, что всё. Довод ты осознала, ты его понимала, потому что многие выходили с полным непониманием, и многим это не понравилось, такая неоднозначность. Я обожаю неоднозначность Кристофера Нолана. Меня это цепляет в нём как раз таки, да. То есть это и есть ключевая такая? Да. Ну также я могу посоветовать посмотреть «Джентльмена» в «Гай Ричи». Это мы многие смотрели. Мне этот фильм нравится как художнику по костюмам, потому что костюмы невероятные, очень классные, интересные. Также мне нравится фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера. Тяжёлый фильм очень о состоянии меланхолии. Я люблю такие фильмы, которые рисуют какое-то глубокое состояние, психологические фильмы. Вот. И, наверное, также «Бойцовский клуб». Просто обожаю этот фильм. Всем советую посмотреть. Вот. И «Амели». Очень классный французский фильм. Очень атмосферный. И по художественной части он просто великолепный. В общем, Лесь, давай перейдём к такому живому разговору и такой бытовухе работе в кино каком-то пространстве. Бывали ли у тебя какие-то супернеловкие ситуации именно на съёмках, когда происходили какие-то казусы? Расскажи, пожалуйста, что это. Конечно. Как у любого профессионала своё дело. Да. Ну, в общем, конечно, были неловкие ситуации, так как я столкнулась с такой ситуацией, когда я пришла на съёмочную площадку. Мне оператор говорит, ты в 6 утра едешь за скамейкой в Бутово, забираешь её и едешь на другой конец Москвы. Я понимаю, что я ненавижу этого оператора. Я ему сразу в лицо сказала, я ненавижу тебя. Он сказал, я тебя тоже ненавижу. Такие вот у меня были отношения с оператором, человеком, с которым мне нужно было коммуницировать. В общем-то, мне пришлось в 6 утра поехать в Бутово, забрать скамейку. Я помню ситуацию, когда я звоню таксисту и говорю, алло, да, мы стоим со скамейкой, вы нас должны заметить. Мы положили эту скамейку поперёк всей машины и поехали на другой конец Москвы, в Люберце. И там нас ждала ещё одна неловкая ситуация. Мы приезжаем на заброшенную станцию. Как раз-таки этот фильм «Кубик Рубика», который мне так тяжело удался. Потому что мы взяли лопаты, перчатки и руками начали выдирать траву. То есть, представляешь себе, там, заброшенная станция, где ездят поезда, очень так редко, и нужно просто руками вырывать траву, чтобы выглядело более-менее так аутентично. Всё получилось. Естественно, условия киноделов. С тех пор в каком-то, видимо, дворе Бутово недостаток скамей. Да. Интересная работа. И раскопанная станция в Люберцах. Я проезжала недавно, там всё заросло. Всё заросло. Все труды. Все труды. Назря. Назря. Ничего не осталось. Да. Да. А вот ты сказала, вот тебе постоянно нужно ездить за каким-то рекс-визитом, насколько я понимаю. Как это вообще проходит? И как это организовывается вообще? Что происходит в этот момент? Проходит отвратно. Потому что, как известно, в кино денег нет. Когда людям говорят, у нас есть деньги, не верьте. В кино денег нет. У продюсера денег нет. Это очень больная тема, потому что вообще реквизитом занимается реквизитор и рабочий. То есть, по идее, в полной съёмочной группе должно быть 10 худпостов. Каждый отвечает за свою зону. Я отвечаю за то, чтобы подумать, какой реквизит нужен, написать список, отдать его реквизиторам, и они уже с богом туда, на другой конец Москвы, искать это всё. Но так как у нас денег нет, и я один худпост, ну или там вот силы два человека, нужно искать реквизит на Авито, смешных сценах моих любимых. Мне уже, мне кажется, в каждом районе смешные цены знают, уже бренды, амбассадор. Люблю, обожаю, спасибо. Приходится договариваться с очень странными продавцами, которые живут где-то в Бутово, в Чертаново. Звонить им, приезжать в 9 ночи, в 9 часов вечера, в 10, в 11 и говорить, отдайте, пожалуйста. Давайте я 100 рублей скину, только отдайте мне это. А потом приходится вызывать грузовые машины, везти это всё. Недавно вот у меня для клипа, где мы строили 3 комнаты, нужно было найти бесплатную мебель. Я нашла всю бесплатную мебель в каждую комнату. То есть, чтобы ты понимала, я нашла бесплатную кухню, мы её на грузовом авто привезли в подъезд и отмывали всю ночь. Да. На этом мы заканчиваем. Ждите новых выпусков, ждите новых гостей. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова